МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в студии Андрей Владимирович Солодовников. Он проживает на пригородной 23. Здравствуйте. Вы как представитель всех жильцов. Давайте посмотрим и напомним нашим телезрителям, что у нас было там с вами, какие материалы делали, какие программы записывали. Давайте посмотрим. Второй год продолжается эпопея с жителями нового микрорайона на пригородной. Дело в том, что вот это единственный выезд из жилого массива. Проходит он мимо вот этого дома, жители которого, приватизировав землю, поставили забор. Теперь здесь и летом пройти невозможно. Осенью и зимой постоянно аварийная ситуация. У нас, понимаете, зимой вот, допустим, дети ходят у нас вообще по гаражам, получается. Потому что вот дороги нет, вот эти машины, получается, едут, они скользят, они вылетают прямо на детей практически. У нас вот дети вот, вот забор, они держатся вот за этот забор. Это реально, я вам говорю. Это подтвердят многие люди. Вот. То есть лето пока еще ладно? Лето, да. Потом вы с содроганием сейчас? Да, серьезно. У нас потом, потом вот за ворот, тоже машины по гололеду едут. Страшно вообще идти. Нету как бы и пешеходных дорожек. Вот посмотрите, вы потом обратите внимание вот на этот знак, он уходит в стену. Вот на самом деле. Уходит в стену. Ну, надо что-то с этим делать, понимаете? На самом деле люди вот, они, ну, дети вот. У нас многие как бы жалуются на то, что, ну, страшно за детей. У нас есть один активист, он и привозил ему документы, и все рассказывал, показывал. Ну, пока, говорю, результатов нет. Ну, вот считай, микрорайоны уже три года, да, и три года одна и та же ситуация. И не меняется. Вот идет мамочка по дороге, да? Да, вот смотря. А зимой это гораздо опаснее. Они тут не ходят, они ходят прям по дороге. Там нет тротуара. Знаете, у нас тут не чистится, кстати говоря, вот эта дорожка, которая за забором, она вообще не чистится. Мы в прошлом году ходили прям по дороге. Вот реально, реально по дороге. Ясно, ясно, спасибо. Людям в их нелегкой борьбе за жизнь обещает помочь Николай Донских. Посмотрите, мы планировали встречу с ними тоже 12-го числа. Занимались, ну, вы в курсе той проблем, которая там есть. Мы тоже в курсе этой проблемы, как проезжая часть, так и пешеходная часть там. У нас есть видение вопроса, как оно будет двигаться, понятно, сложно сказать сегодня. Но проезжую часть попробуйте продлить и вынести за этот комплекс, там, где ходят грузовые машины на причал. Ну, один из вариантов тоже продлить вот эту проезжую часть, чтобы с двух сторон был заезд. А по пешеходной части, то, что мы смотрели, ну, тоже, так как вы в курсе проблемы, с вами, наверное, легче разговаривать, да, здесь территория забора и все прочее. Либо гаражи, либо один из вариантов, которые мы рассматривали, и я думаю, он имеет место быть за счет застройщика, все-таки от этого комплекса подняться вверх до домов и уйти вправо, вот там, где тоже есть проезжая часть, сделать асфальтированную тропинку с освещением, где можно будет уже более безопасно двигаться пешеходом. А пока жители уже проиграли один суд, по мнению которого этот забор стоит законно и жизни людей ничего не угрожает. С момента последней нашей встречи прошло... Так, это у нас в ноябре месяце, мы снимали тогда передачу, ну, вот и считаем, сколько уже... Скоро ноябрь, следующий год прошел. Практически, да. Выходили в суд? Был, да, в суд подавали исковое заявление, ТСЖ пригородное. А вот как оно гласило, что там? О жизни и здоровье граждан, соответственно, безопасность детей, также это самое, на демонтаж металлического ограждения, которое было установлено самовольно. А установлено, кто жителям отдал... Ну, я нормально отношусь, я наоборот агитирую, чтобы у домов брали землю люди в собственности и так далее. Но здесь немножко другая ситуация. Здесь не внутридомовые какие-то земли. Это земля, которая... Ну, единственная ваша дорога, которая выходит с этого микрорайона новая. Ну, конечно, то, что у нас... Я еще раз говорю, вот эти игрушки, вот эти градостроительные планы, когда рисуют в архитектуре, у нас там эти фишечки стоят, домики нарисуют. Все это красиво, новый микрорайон, жизни. Ну, чиновники доклад наверх. Сколько введено квадратных метров, это очень важно. Это за это очень серьезно спрашивают в Москве. Все это, ну, что вот экономика дышит, метры вводятся. Вот, но муниципальные чиновники рисуют вот эти все градостроительные планы. Там так красивенько всегда, такие дороги, все там, деревья. Да-да-да-да-да. И вот жизнь. Выйти буквально людям невозможно. Но даже дело не во взрослых, дело в детях. Летом-то там сложно пройти, а сейчас будет, ну, зимний сезон. Сейчас межсезонье, потом зима. Самое главное, вот эту дорожку вдоль забора, нет регламентации, кто ее должен чистить. Да и вообще, когда чистят вот эту дорогу, а ее иногда чистят зимой, в том числе и застройщик чистил, я видел. Нет больше другого выхода, кроме как сгребать снег вот на этот маленький вот этот вот тротуарчик. Так точно. И люди вынуждены идти по дороге. Постоянная аварийная ситуация. Суд. Что вынесут? Какое решение? Отказал в исковом заявлении. В связи с чем? Ну, как бы, по идее, как бы, что вроде как я не имею права подавать, что это не в моей компетенции. А кто должен подавать? Ну, я не знаю, может быть, они думают, что застройщик должен подавать. А застройщик-то что? Это его земля, то, что ему досталось. А кто судья, где рассматривался? Это в советском районном суде Бузуртанова рассматривала. Написали апелляцию, ну, пока результатов нет. Дело-то, видите, получается еще в чем. То есть, да, как вы говорили, то есть, земля вот к дому, собственно, все это хорошо. Только надо было учитывать, это причем администрация надо было учитывать. Тогда выдавался документ. Да, на строительство первого только дома. А сейчас их сколько домов? Восемь домов. Нет, там большой массив теперь. Восемь, это, грубо говоря, у нас получается около двух тысяч жильцов, если по одному человеку на квартиру. Если умножить на два, на три уже не будем умножать. В основном все молодые семьи. Уже получается четыре тысячи. Выезд один. То есть, вот утром, вечером, да, когда все вот едут на работу, возвращаются с работы. То есть, там поток машин. Дети со школы идут, вторая смена. То есть, еще раз, как бы, тогда вот говорил, у нас получается, единственный выход, то есть, именно к школам, у нас находятся три школы. Одна на Творковского, 123-я школа, 94-я за советским райисполкомом, который, кстати, наш микрорайон, он приписан. То есть, по прописке дети должны идти именно туда. 117-й лицей возле парка. То есть, вот, куда родители смогли отдать детей, потому что 94-я тоже переполнена. То есть, численность детей, она как бы увеличивается с каждым годом в связи с расстройкой микрорайона. Вот. И дорога одна. То есть, бесполезно. Вот, кстати, после той передачи, которая была у нас в ноябре 2015 года, вот, тогда вот, как вот, по совету, значит, мы написали везде, где только можно. То есть, написали мэру, вот, написал губернатору, прокуратура, ГИБДД, по правам... А ГИБДД, кстати, что ответил? Ой. Там тоже, как бы, интересно, что эта дорога согласована. Но она не может быть согласована, потому что нарушены определенные нормы. Кем согласованы? Ну, вот, смотрите, вот пишет ГИБДД, проектной организации ОКРИАН, разработана схема организации дорожного движения при застройке квартала жилых домов по улице Пригородная, согласованы ГИБДД, ну, МВД России по Омской области 19.04.2012 года. Понимаете? То есть, подождите, это дорога для строительства? Ну, строительство и, как бы, проезда, это же не идет, как дорога, общепринято понимание, то есть, это идет проезд. Вот. И в зависимости от названия дорога это или проезд, идет ширина тротуара, варьируется. То есть, если эта дорога полтора метра, если проезд, метр ширина тротуара должна быть. Вот. Помимо этого, помимо этого, есть определенные нормы, определенные нормы, которые гласят, что от тротуара до металлического ограждения там или там здания, это неважно уже, вот, еще должно быть не менее 0,5 метров. Понимаете? А как ГИБДД тогда согласовало это все? Вопрос. Вопрос. А вы иск подавали на безопасность жизнедеятельности против установки забора, против жителей ТСЖ, да? Ну, против ТСЖ, пригородная А3. А против мэрии кто разрешил вот такое? Да, вот, кстати, когда уже подавали, вот, один умный человек говорит, ну, это, говорит, вам надо не надо, ТСЖ, тогда пригородная А3. Вот. Хотя, в принципе, здесь большой проблемы нет, сдвинуться на 0,5 метров хотя бы сделать, ну, более-менее, чтобы это, вот. Говорит, вам надо подавать на администрацию. Да, на администрацию города. Как они, это преступная халатность, я считаю. Да, да, преступная халатность совершенно. Как можно подавать разрешение на строительство микрорайона, подписывать бумаги, если элементарно нету прохода, проезда нормального, регламентированного. Вот, этого нету. Еще раз, прокуратура, что вам ответила? Вот, единственная прокуратура, как бы, да, она встала, ну, на защиту жильцов. То есть, я был на приеме у Бондаренко Василия Альбертовича, у прокурора, вот, то есть, как бы, там оперативно отреагировали, да. То есть, как бы, подавали они, значит, в советский административный округ, они с ними связывались, работали напрямую. Вот, запросы также были в архитектуру. Вот, они находят нарушение, понимаете? Они находят нарушение, вот. Это прокуратура? Да, при проведении работ по установке ограждения, ТСЖ-приград-3, были допущены нарушения закона, вот. Понимаете? Подождите, если прокуратура находит нарушение закона, ну, там действительно это есть, а почему они вместе с вами иск тогда в суд не подают? Ну, не знаю. То есть, желательно, чтобы прокуратура подала теперь риск в суд. Этот вопрос не решится, этот вопрос решится очень печально. Там, скорее всего, может произойти, там все больше поток идет. И вот сейчас, когда будет осень, холод и снег, там будет очень аварийная ситуация. Очень аварийная. Вечером и утром будет очень аварийная ситуация, там уже все усугубляется, усугубляется. У меня вот еще такой вопрос возникает, если подать против муниципалитета на устранение, именно на устроение, если они не могут с этим ТСЖ решить вопрос, пусть они вопрос решают с гаражами. Гаражи же по временной схеме установлены. Пусть они делают тротуар тогда в эту сторону. Мощный тротуар, чтобы люди могли идти. Ну, иначе... Иначе выхода никакого нет, надо в ближайшее время это решать. Я считаю, вместе с прокуратурой вам надо подать в суд на то, чтобы соорудили тротуар. Ну, хорошо, вот ТСЖ не получается здесь, хотя должен быть вынесен решение о преступной халатности вот за это. Ну, значит, надо гаражи отодвигать. Я отлично отношусь к автолюбителям, к их гаражам и все остальное, но здесь безопасность жителей целого микрорайона. Ну, видите, как бы я разговаривал с представителями Советского административного округа. Они ничего не решают? Нет, они как бы говорят, о, это переносить гаражи, это еще проблематичнее. Я говорю, нет, ну так... Ну, конечно, не проблематичнее, когда кого-то задавит, и Следственный комитет возбудит дело уголовное и будет расследовать. И там выяснится бездействие и работников администрации округа и так далее, и так далее. Потому что все должны были принимать меры. Нарушена безопасность жизнедеятельности людей. Это вопиющий случай, это не какие-то там хотелки или не хотелки. Я даже летом вот там сейчас по картинке я пройти не могу вот этот угол. Ну, ладно, это летом. Я еще раз говорю, зимой и осенью там будет вот столпотворение. Там будет каждый день предаварийная ситуация. Зачем до этого доводят, я не понимаю. Ну, понятно, чиновнику в администрации округа не хочется заниматься гаражами, отодвигать и так далее, делать это все. Там будут протестовать, протесты будут некоторых владельцев гаражей. Это понятно тоже, да. Но это ваша компетенция, муниципальные органы власти. Ну, так, да я тут с вами согласен. Но, говорю, бездействие властей удивительно в этом плане. Кто из партий политических, кто из кандидатов у вас был? Значит, смотрите, вот получается, самое удивительное, КПРФ приезжали, тоже передачу снимали, но они как бы пошли дальше. То есть они запросы в архитектуру, пытались на прием попасть, их почему-то не приняли. Ну, отписку дали, бумага, все это есть. Пообещали, вот там решается вопрос такой-то, такой-то. Это КПРФ. ЛДПР. Так что, решили КПРФ? Нет. Ну, там просто бумажка и все. Ну, это хоть что-то, как бы, да? Так, дальше. ЛДПР. ЛДПР. Написали Жириновскому. Твой, да. Москва. Все. Что он ответит? Владимир Вольфович, конечно, ответ написал, что как замечательно, что вы про нас помните, знаете. Да, вроде как это. Нам ценен каждый голос там туда-сюда. И, значит, говорит, он по депутатскому запросу, значит, обратится к губернатору Омской области. Ну, хорошо. Дали мне ответ. То есть, понятно, что не сам губернатор. То есть, это все спускается опять внизы-внизы. К мэрии. Вот, да, значит, ответ был, что да, вопрос решается там туда-сюда. Вот поверьте, все бумаги практически они написаны как под одну копирку. В один-в один. Компетенция больше мэра. Ну, это понятно. Пусть уж губернатор тогда как-то, ну, идут на диалог, я не знаю, как бы. Потому что на приеме, когда был у Двораковского, то есть, да, выслушал, да, посмотрел фотографии, да, вот это, это. Да, 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 там все, всем ЦУ дал. И забыли. Тишина. Да. Бумагу пишешь, ответ раз. И все один, как под копирку. Вот просто как под копирку. Что происходит, вообще непонятно. Это что, ждать сейчас апреля месяца, по-моему, прямая линия с президентом. Вот так получается, да, где-то в апреле. И решать вопрос уже на этом. И всем вам выходить на эту дорогу. Ну, при любом раскладе. Меня не устроит выезд где-то там, за микрорайоном, построят они дорогу. Мне зачем она нужна? Да когда они ее построят? Они уже обещают, они тогда, мы записывали год назад. В том-то и дело. Так если у детей там направление, в той стороне, зачем им идти в обратную сторону? Все две школы находятся в том направлении. Три школы. Три. Грубо говоря. И люди туда идут. И детский сад там. Детские садики. Даже в парк просто с детьми сходить. Ну, зачем мне идти в обратную сторону, ехать на автобусе, если я пешком? Десять минут, и я в парке. В общем, заложники этого нового микрорайона. Надо решать вопрос, мэрия. Вот я к вопросу о том, что люди не ходят на выборы, протестного электората много. Вот оно, откуда берется. И причем веры-то нет ни в кого, ни в КПР. В КПРФ, ни в ЛДПР. Если бы, например, люди разочарались властью, пошли к другим. А вы говорите, вон, Вольфович письмо прислал. КПРФ целый фильм снял, и толку никакого, да? Не, ну как бы есть, да. КПРФ фильм хотя бы сняли, показали. Передача, все, пожалуйста. Владимир Вольфович тоже отреагировал. Пусть как бы не помог уже вот так вот конкретно. Но хотя бы хоть какие-то движения. А вот эти движения, которые, ну сколько можно месяцев. Это вот, грубо говоря, давайте так, 17 декабря. То есть вот прием у Двораковского. Ну если уже бумага как бы, ну проблемно там где-то потерялась она. Вот у тебя был прием. Ну какие-то движения должны были быть. Никаких абсолютно. То есть, ну да, там опять напишет. Ну давайте ему отписку сделаем. Вот мы делаем то-то. В Москве, как пример, мешает строение какое-то, да? А не тут же бумагу снести. Хотя все официально. Вы поймите, что в Москве там президент рядом. Там они вынуждены иногда поступать по совести. А здесь это ощущение довеска, понимаете? Роль довеска калечит, так сказать. Довеска, мышление наших чиновников, косно-провинциальное. Они отписки вот эти строчат, они не хотят ничего решать. Я говорю, единственное, это вот кто как бы отреагировал на все вот эти моменты. Это как бы прокуратура. Прокуратура, да. Но до ума не довела, не пошла с вами в суд. Прокуратура, будем надеяться тоже на прокуратуру, что она пойдет. Будем восхвалять ее, если она решит этот вопрос. Восстановит законность на территории нашего региона. Будем надеяться. Это же здорово будет. Невероятный факт, но вдруг у вас получится. Ясно, время нашей программы ограничено. Я хочу поблагодарить Андрея Владимировича Солодовникова, проживающего на Пригородной 23. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Будем с вами опять бороться, пытаться что-то делать. Это как с витринными мельницами. Это мы с ними только и так. Беда в том, что те, кто должен с ними тоже с нами вместе бороться с этими мельницами, они вот в сторонке пока. Ну как, они может держат оборону. И кандидатов в депутаты я должен успеть еще до выборов еще показать, как к ним обратился. И все-таки, что они скажут по вашему вопросу. Я вот не думаю, что кто-то будет голосовать за тех людей, которые пообещали. А это обещали не только мне. Там же люди стояли. И тишина. Нет, другие вообще у вас не появились. Нет. Другие вообще не появились кандидаты. Нет. В том-то и проблема. Там были как бы один кандидат. Я даже не помню, какая партия. Там обратились. А вот это понятно. Ну ты хотя бы что-то сделай для нас что-то. Ты можешь сделать. Бесполезно. Бесполезно. Ничего не решается. Плакаты только висят красивые и все. Да. И листовки везде разрушены. Надоели уже с этими листовками. Бессмысленные эти листовки, рассказывающие бороздящие просторы Вселенной. Вот конкретная проблема. Решите ее. Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну а на этом Управдом закончен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин